И я хотел бы как раз перейти в второй вопрос по поводу того, как идут переговоры, разговоры, я бы сказал, с НАТО и с другими Соединенными Штатами Америки, а чего мы, собственно, добиваемся и какую позицию, из каких позиций мы исходим. Если попробовать сформулировать, наверное, то основная модель, которую мы по-прежнему держим в голове и граждане, и политике, что есть два великих центра силы, ну это был Советский Союз, теперь Россия и Соединенные Штаты, ну да, есть Китай, но мы как-то считаем, что забываем его, когда обсуждаем все эти вопросы, да, он там сидит сам по себе и в эти игры не вмешивается, а все остальные должны определиться, либо вы с Соединенными Штатами, либо вы с Россией. И вот где проходит граница, значит, между теми, кто определился туда и сюда, это вот и есть две границы между великими воюющими лагерями, и у вассалов роль простая, как бы идти вслед за лидерами и не рассуждать. И мы так появительно воспринимаем все страны НАТО, что, ну это ясное дело, там что Америка скажет, то и будет, ну и ожидаем, что вокруг страны, которые находятся вокруг нас, должны приблизительно так же вести себя с точки зрения России. Конечно, эта модель в сегодня мире работает довольно тяжело, и вдруг выясняется, что кругом есть независимые государства, которые таковыми были всегда, хотя находились в составе социалистического лагеря, но из него вышли. Но и те 15 республик, из которых состоял Советский Союз, они тоже даже в советское время назывались конституцией суверенными государствами, добровольно объединившимися в Советский Союз. И сейчас эти суверенные государства, которые действительно стали суверенными, начинают для себя определяться, как им себя вести в этой сложной игре. И вот здесь мы видим ту проблему, которая сложилась сегодня на ментальном, политическом уровне между странами Восточной и Центральной, Восточной Европой и бывшими республиками, и, собственно говоря, Россией. Потому что какая-то часть этих бывших республик уже стала членами НАТО, я имею в виду, в первую очередь, Балтийские государства, а многие другие республики находятся в теснейшем контакте и высказывают свои пожелания, а главное, иногда даже просто яростное стремление войти в этот блок. И мы для себя сформулировали политику, это тоже отдельный пункт, что НАТО является абсолютным врагом, навсегда и во все времена, что этот блок построен только с одной целью, что называется, разобраться с Россией, и поэтому любыми способами ставится задача не допустить расширения НАТО. И вот здесь надо, конечно, глубоко вернуться к вопросам, вообще, правильно ли мы оцениваем ситуацию, и поэтому верно ли мы делаем шаги, и, главное, есть ли у нас силы на проведение подобной политики, и какая политика для нас стратегически наиболее выгодна с точки зрения нашего дальнейшего развития. Я вспоминаю те беседы, которые, точнее, разговоры, которые считаны в Комитете по обороне государственной безопасности Верховного Совета СССР, членом которого я являлся, и военные говорили, как раз в момент разрядки, вроде окончания Холодной войны, что мы не понимаем, как дальше жить, нам непонятен враг, укажите нам врага, и тогда нам все будет просто. Тогда говорили, слушайте, так невозможно строить политику, потому что мы должны понимать возможные угрозы, типаж и так далее, враги могут быть сегодня одни, другие. Нет, вы нам скажите, кто нам враг, и тогда нам будет все просто и понятно. Наверное, им будет все просто и понятно, но жизнь тогда становится очень сложной. В конце концов, все-таки опять было принято решение, что давайте возвращаемся в привычную колею, назначаем НАТО врагов, и тогда нам все просто и понятно. Одна только проблема заключается в том, что, конечно, если посмотреть совокупные военные расходы НАТО, то в мире они, наверное, составят процентов 70 от мировых расходов на войну, а расходы России процента 4. Вот это как бы соотношение, конечно, очень тяжело преодолеть и сказать, что мы одни будем противовесом против НАТО. Даже если мы соединимся с Китаем, это где-то 14% мировых расходов, а Китай 10% мировых расходов. Все равно это не так уж слишком много, да и Китай, в общем, не готов, как говорится, вписываться за кого-то. Это страна, которая всегда будет идти своим путем, а вы уж можете либо присоединяться к ней, либо быть свободными. Вот других вариантов там, я думаю, Китай вам особенно не предоставит. И поэтому выясняется, что мы начинаем пытаться на все вопросы, связанные с развитием НАТО, искать силовые ответы. Стараемся основной оценкой делать на том, что давайте-то будем достигать какого-то военного паритета. Но хочется сказать, что военный паритет без экономического, на долгосрочной перспективе недостижим, и попытка вот этого достичь этого паритета в советское время привела к раху Советского Союза. И поэтому, конечно, нужно включать дипломатические усилия. Искать союзников. А это отдельная сложная история. Если мы сейчас посмотрим по периметру, то мы почти уже поссорились со всеми. Ну вот сегодня, я так понимаю, обострение пошло уже в Черногории, которая, в общем, настолько страна дружественная, казалось, была к нам, что тогда трудно себе представить, по крайней мере. Те, кто был в Черногории, это знают и понимают. Вот. И мы видим, что позиции сегодня наши и западных стран фактически взаимно исключают. Ну, в рамках переговора поставлено три вопроса. Вопрос номер один – это не допустить дальнейшего расширения НАТО, чтобы НАТО дало нам юридические гарантии, что они дальше никуда не пойдут. Второе – убрать всю военную инфраструктуру на уровень 97-го года. И третье – значит, ну, давайте там поговорим о размещении оружия, контроле над вооружением и так далее и тому подобное. Ну, Соединенные Штаты, Запад дал, как бы, Соединенные Штаты письменный ответ. Ну, так, в общем, они, эти фразы задекларированы устно. И вот, что можно было ожидать, что вряд ли мы добьемся здесь успеха, поскольку НАТО постоянно декларирует свободу союзов, считает, что если стать на позицию, что есть суверенное государство, они правы сами определяться. Что если мы хотим добиться, чтобы Украина не вступала в НАТО, то тогда нам надо с Украины работать, а не с НАТО, чтобы Украина туда не попадала. Ну, понятно, с Украиной мы уже поработали так, что, наклеившим НАТО просто стучится ногами, кулаками, там всем, чем может, только-только туда не берут, но по многим причинам, да, вероятно, так сказать, это долго не произойдет. Но та же самая история из Грузии, которая официально объявила, что правительство заявляет, что их цель вступления в НАТО, а не официальная государство, как бы это их официальная политика. Поэтому здесь, конечно, ожидать позитивного решения довольно тяжело. И я скажу, что эта приговорная позиция была заказана, достаточно тяжелая, может быть, надежда разменять ее на что-то, но добиться ее, понятно, маловероятно. Возврат вооруженных сил на оппозицию 97-го года, тоже здесь понятно, что любой договор требует компромиссов или зеркального ответа. Если нам предложат вернуться на состояние 97-го года, то мы, конечно, скажем нет. Вот, поэтому это понятное дело. Поэтому, скорее всего, ясно, что ожидать ответа, что они вернутся, а мы нет, но это тоже достаточно нереалистично. Поэтому вот ожидать по этим двум позициям, конечно, наверное, вариантов продвижения, как я уже сказал, о юридических гарантии нерасширения НАТО и возвращения там на уровень 97-го года, это маловероятно. А вот третья позиция, на самом деле, вероятна. И с этого надо начинать. Надо начинать с малого, а не пытаться сразу достигать всего. А именно вопрос ограничения военной активности, снижение интенсивности военных учений, прозрачность военных учений, чего было раньше, что было достигнуто раньше в условиях разрядки и сокращение определенных видов вооружений. Спасибо.